МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – 1966 год. По вашему мнению, в какой архив вы могли попасть? Что это было за событие? – Ну, во-первых, это буквально мое детство. Я училась в 10-й школе города Абакана. Ну и по всей вероятности, это 6-й класс. – Да, действительно, это видеозапись встречи ветеранов с учениками. Тогда в гости в школу приехал Борис Давыдович Лев, герой Советского Союза, генерал-майор, командир 309-й приятинской дивизии. Наверняка вам тоже запомнилось это событие. – Мне, во-первых, знакомы эти люди по той простой причине, что мы в свое детство ездили буквально после 7-го класса по пути 309-й приятинской дивизии. И мы были в гостях у них в Киеве. И нас приглашала к себе супруга. По пути 309-й дивизии мы не случайно поехали по той простой причине, что у нас, когда проходили всякие субботники, уборки, и во время войны в 10-й школе был госпиталь. И, к счастью или к сожалению, на чердаке школы когда-то были обнаружены остатки, допустим, инвентаря. Были плащ-палатки, даже вот эта сумка санитара. И когда мы играли в Зорницу, то у нас проходила разная учеба. И мне было приятно, что я почти новую сумку, большую, санитарку, приносила домой. Ее мы с мамой комплектовали, мы играли в Зорницу. У меня была настоящая такая большая сумка. И с нами очень много интересных проводили мероприятий, кружковая занятость. Нас учили много навыкам интересным, полезным навыкам. И в свое время мне сейчас очень приятно вспомнить старшую вожатую Эльвиру Андреевну Новоселову. Это был старший наш товарищ, очень интересный человек. Вот давайте сейчас посмотрим эти кадры. Наверняка вам будет приятно вспомнить и, возможно, даже увидеть себя. Вот это моя старшая сестра. Которая стоит? Да, вот это она. Да, это моя Танечка. Я хочу сказать, что школа была большая. И вот Эльвира Андреевна была как бы старшая вожатая. А моя сестра тогда ведь была профильная немножко обучения. И они посещали вожатский класс. Возможно, это должна стать профессией ее. Но она у нас закончила Кемеровский медицинский институт. И в свое время она была главной педиатрой республики. Для меня, конечно, это неожиданная передача и неожиданная встреча. И поэтому я, конечно, вам очень признательна, но я волнуюсь. Да, это я. Представьте себе. Да, каково увидеть себя, да, сколько лет назад. Это неожиданно. Поделитесь эмоциями, может быть, когда вы узнали. Как вообще вам супруг сказал, что он вас видел? Я была в командировке в Москве. И он говорит, я случайно, была включена телевизор, я случайно, говорит, повернулся и вижу, говорит, тебя. И вот мы с ним переговаривали по телефону, я говорю, этого не может быть. А он говорит, нет, нет, я тебя узнала. Но я, правда, тебя не знала, девочка, в 12 лет. Я говорю, ну ты просто пошутил. Я уже, говорю, скоро еду домой. Все действительно серьезно. Да, действительно, это очень удивительно. Людмила Ивановна, теперь эти кадры станут вашим семейным архивом. Мы обязательно вам все передадим. Спасибо еще раз огромное, что нашли время прийти к нам в студию и вспомнить вместе с нами. Признательна вся наша семья, потому что детям это тоже будет приятно увидеть. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!